Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На 11% повысили зарплату учителям в Кировской области. Уже с января более 20 тысяч педагогов региона получат зарплату с прибавкой. На это будет направлено полтора миллиарда рублей из бюджета, рассказал губернатор Александр Соколов. Речь идет о педагогических работниках школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, преподавателях и мастерах производственного обучения техникумов и колледжей, а также педагогических работниках, оказывающих социальные услуги детям-сиротам. Также зарплату повысят работникам сфер здравоохранения, культуры, социальной защиты. При этом, по словам Соколова, повышение зарплат чиновников не планируется. В Кировской области ищут инвестора для создания сети гостиниц. Об этом на еженедельном совещании в правительстве рассказал министр спорта и туризма региона Сергей Сулик. По его словам, на данный момент желающих нет, но власти надеются, что решить вопрос получится в марте на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве. Кировская область примет в ней участие. Планируется, что во время выставки будут проведены встречи с представителями гостиничных сетей по поводу их присутствия в Кирове. По словам министра, средний процент загрузки в 2022 году в четырехзвездочных отелях в Кировской области составил 74%, в трехзвездочных – 65%, в двухзвездочных – 59%. Как заметил губернатор Александр Соколов, раз самыми востребованными в регионе являются гостиницы более высокого сегмента, то нужно рассмотреть возведения именно таких. Также губернатор предложил рассмотреть территории возле Кирова, Слободского и Кирова-Чепецка на предмет размещения турбаз. В эфире «Экономика». В Кирове появится 20 газетных ларьков. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры на размещение НТО, где будет продаваться печатная продукция. В городе есть 44 места под такие объекты. На строительство 20 от одного из предпринимателей уже подана заявка. Соглашение о размещении объектов планируют заключить после проведения конкурсных процедур, рассказали в городском департаменте экономического развития и предпринимательства. Установить объекты нужно будет в соответствии с типовым каталогом архитектурных решений. Напомню, после закрытия киосков Роспечати кировчане жаловались на невозможность приобрести периодические издания. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.